Продолжение следует... 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 Его заслуги перед Литвой оценены орденом великого князя Литовского Гедеминоса, которому ему был вречен 17 июня 2004 года посольство Литовской Республики Российской Федерации. Поэтому нас очень радует, особенно радует, что традиция научных конференций, которые сейчас проходят 29 раз, проводится усилием учеников Вячеслава Севодолыча. И что Центр политико-славянских исследований совместно с Литовским посольством имеет честь здесь сегодня еще раз поздравить вас на открытой этой очередной конференции. Я искренне хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции. Во-первых, это уважаемая Татьяна Владимировна Цивьян, которой наверняка сегодня здесь нет, Марию Вячеславовну Завялову, очень спасибо, и Петра Михайловича Аркадьева. Желаю интересных докладов и успешной работы конференции. Спасибо большое. Прежде всего, хочется сказать большое спасибо Институту Славяноведения, который для меня остается Институтом Славяноведения и Балканистики, как бы его ни переименовывали. Это то учреждение, куда я ездил еще будучи аспирантом на занятия к Вячеславу Севодоличу. И, конечно, вспоминая Вячеслава Севодолича, вспоминается его фантастическая начитанность, фантастическое умение сопрягать факты разных областей, не только разных языковых традиций. И мне показалось, что будет правильно, если я напомнил о том, что даже гениальный человек не может стать гениальным вне традиции. И два слова я хотел бы, Михалыч, если можно включить, напомнить о традициях. И мне кажется, что будет правильно, если, вспоминая Вячеслава Севодолича, мы вспомним также и о его учителях. Следующий, пожалуйста. В том числе мне хотелось бы напомнить о той роли, которую в балтийских исследованиях сыграл Михаил Николаевич Фетерсон, который после войны вёл два курса. Один был курсом литовского языка, второй был курсом санскрита. При этом надо напомнить о том, что это были те годы, когда шайка тех, кого мои учителя называли безязыкими лингвистами, аптекари, вот вся эта компания пропагандировали новое учение о языке в совершенно извращённом виде. Так что Татьяна Яковлевна Елизаренкова рассказывала, что специально её допытывали, по мару ли читает литовский язык Михаил Николаевич или не по мару. Татьяна Яковлевна была человеком исключительного ума, она ответила, конечно, по мару, только по мару. Я напомню и думаю, что это не будет лишним, о тех работах Михаила Николаевича Фетерсона, которые писались как раз в то время, в конце 40-х годов, когда Вячеслав Селыч учился у него. Это и древнейшие памятники литовского языка, которые вышли как раз примерно в это время, и строение предложения в поэме Данилайтиса, и очерк литовского языка, который вышел уже в середине 50-х годов. И также я решил, что будет правильно упомянуть, о монографии «Литовский глагол», который остался в рукописи. Из группы, которая регулярно ходила к Михаилу Николаевичу Фетерсона, Татьяна Вячеславовна Булыгина, которая и занималась дальше балтистикой, Татьяна Яковлевна Елизаренкова занималась ведийским санскритом, Вера Александровна Кочергина, благодаря которой мы имеем замечательный словарь санскритско-русский, и также мы имеем благодаря ей книжку, вполне редкую, малоизвестную, которая называется «Профессор Петерсон». И мне кажется, что будет правильно, если в посольстве Литовской республики будет экземпляр этой книги для того, чтобы история балтистики была бы известна. Книга написана с удивительно трогательным чувством дочерним, я бы сказал. Ну и Владимир Николаевич Топоров и Вячеслав Всеволодович Иванов тоже входили в эту группу. Следующие, пожалуйста. Я не могу не упомянуть о Центре Балко-Славянских исследований, десятилетие которого мы празднуем, и также не могу не упомянуть об издании, которое известно во всем мире, и которому чуть больше десяти лет, как мы видим. Следующие, пожалуйста. То, что делал Михаил Николаевич Петерсон в Москве, имело некоторые аналоги и для Петербурга. И, в частности, Борис Александрович Ларин, который в Литве в послевоенные годы сыграл важную роль в становлении концепции литовского словаря академического. И вот удалось откопать в архиве документы о том, что 13 февраля 1941 года в институте, который сейчас называется Институт лингвистических исследований РАН, был создан кабинет балтийских языков для исследования языков литовского, латышского и латгальского. Было три человека. Борис Александрович Ларин после войны уже работал только сперва в Вильнюсе, потом в университете петербургском. Иван Иванович Зарин погиб в первые месяцы войны. София Ивановна Груздева преподавала литовский язык многие-многие годы, выпустила совершенно очаровательные воспоминания в своих аспирантских годах. Ее как аспиранта заставили сдать 8 языков в скобках прописью. Это были тогда требования, унаследованные от императорского университета и от Императорской академии наук. Также к участию в работе кабинета сразу было приказом отмечено, что привлекаются член-корреспондент Бубрих и Гиглиц. Это материалы, взятые мной из опубликованных документов по истории института. Первый шаг был сделан во время конференции одной из тяжелейших, которую нам приходилось проводить, потому что воспоминания не всегда приятны. Здесь после двух докладов приходилось делать перерыв, просто эмоционально было не вынести третий сразу. Следующий, пожалуйста. Я хотел напомнить об этих традициях, которые идут с середины XIX века, как в Москве, так и в Петербурге. Не случайно упоминалась здесь Казань и, конечно, вклад тех исследователей, с которыми мы спорим, русские они или польские. Я имею в виду, например, Николая Крушевского, который был бы, иногда и сейчас по-русски его пишут, как М. Крушевский. Эти традиции чрезвычайно важно поддерживать, потому что без них не может быть и тех исключительно талантливых людей, с которыми нам довелось, слава Богу, пообщаться. Я имею в виду Владимира Николаевича и Вячеславовича Ивановича. Благодарю за внимание. Ваши представители, господин Косом, уважаемые гости, коллеги, друзья. Для меня большая честь сегодня открывать эту конференцию с представительной аудиторией, именно потому что она юбилейная. И хотя юбилей, как М. Крушевский, это солидный юбилей, 90 лет, юбилей Центра, не такой большой, наверное, первый юбилей. Как показали блестящие предыдущие ораторы, у этого Центра, у исследований, Балтославянских исследований в Институте славян и Ленинград, большая, богатая история. Но я хотела бы подчеркнуть, что руководство Института очень гордится тем, что в нашем институте существует такой центр. Он является одним из ведущих центров Балтославии в мире. И хотя его сотрудники сейчас, это молодые ученые, ученики и последователи, его основатели, академиков Вячеслава Васильевича Иванова и Владимира Николаевича Топорова, они с достоинством и честью продолжают традиции, заложенные основателями Центра. Они продолжают организовывать и проводить блестящие, значимые конференции ежегодно. И эти конференции проходят при поддержке посольства Литовской Республики в Москве и дома Юркиса Блутрушатиса, который гостеприимно открывает свои двери ежегодно для участников конференции, за что я хотела выразить наше глубокое почтение всему литовскому представительству в лице господина Аббасла, господина Галкаусска. И поблагодарить, конечно же, Татьяну Владимировну Цивьян, которая сегодня не может присутствовать с нами на конференции, но мы все чувствуем ее интеллектуальное присутствие, ее научное руководство во всем, что касается работы данного центра. Еще хотел бы отметить, что мы ожидаем выхода, опять-таки, юбилейного, 20-го, если я не ошибаюсь, выпуска серии балтославянских исследований, которые коллеги уже подготовили к изданию, которые находятся в типографии и в ближайшее время будет выйти в свет. Это тоже своеобразное отмечание юбилея. Я желаю участникам конференции плодотворной, успешной работы, интересных дискуссий, новых научных открытий, а центру новых новых достижений. Спасибо. Спасибо.